Италия – полуостровная южно-европейская страна. Это самый центр Средиземноморья. Мысом в форме сапога с ботфортом выдается она в Средиземное море. И только Северная Италия граничит со странами европейского континента по суху. Может быть, именно поэтому она обладает типичными западноевропейскими особенностями, в отличие от Юга Италии, где местный колорит и национальные особенности проявляются особенно ярко. Север Италии прагматичен, львиная доля промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий, сосредоточенные именно на севере страны. Это обусловлено его географическим положением – здесь самые высокие горы в Европе – Альпы, и самая плодородная паданская низменность, а также обусловлено сложившейся инфраструктурой – границы с европейскими странами, наличие разветвленной сети автомобильных дорог, железнодорожных путей и аэропортов. Пусть никого не пугает слово – север, климат здесь великолепный. Ощутить сполна прелесть севера можно, поднявшись на альпийские горнолыжные курорты. Здесь туристам предложат отличные ухоженные лыжные трассы, прекрасный сервис, развитую инфраструктуру и множество развлечений. Любители горнолыжного спорта могут посетить «Долометиди» Брента – это молодежный курорт, предлагающий более 250 лыжных трасс различной сложности. Здесь найдет развлечение по сердцу и по карману и «Золотая молодежь» и юные туристы, не обремененные толстыми кошельками люди. Но довольными останутся и те, и другие. Альта Валтеллина – это курорт, ориентированный на профессиональных спортсменов. Трассы здесь сложные, цены скромные, потому что обычный турист сюда не рвется. Развлечения есть, но не они цель поездки на этот курорт. Валь де Ауста – это самый раскрученный альпийский курорт. Здесь все с приставкой «Супер», отели, сервис, трассы, рестораны, развлечения. Из этого курорта проложены трассы в Швейцарию, Францию. Одним словом, рай для любителей зимнего отдыха, но рай этот дорогой. Обратите внимание, горные курорты – это не единственная достопримечательность, убедиться в этом можно, взглянув на карту Севера Италии. Здесь расположены Милан, Турин, Венеция, Флоренция, Пиза, Генуэ. Прокладывая маршрут путешествия по Италии, нельзя ставить в стороне эти города, которые уже сами по себе являются исторической и архитектурной ценностью. А заглянув в путеводитель, турист убедится, что в каждом из них есть что посетить и посмотреть. Кроме того, можно посетить итальянские курорты Латуиль, Монте-Роза, Вальди-Суза, Трента и другие. Стреза Италия достопримечательности, город на карте Итаг, взглянув на карту Северной Италии, можно убедиться, что это место локации городов со славным прошлым, которое все изучают на уроках истории и о которых читают в исторических романах. Здесь возможен и отдых на побережье Адриатики, и посещение самых знаменитых музеев – музей Сан-Марко во Флоренции, это действующий доминиканский монастырь. Здесь можно увидеть великолепные экспозиции фресок фра Анжелика. Чтобы увидеть только их, стоило бы посетить этот музей, но здесь туристы ждут еще работы знаменитых мастеров эпохи Возрождения – Гаццоли, Гриландая, фра Бартоломеа. Желающие смогут посетить келью Джералама Саванаролы, знаменитого проповедника, который был основателем Флорентийской республики и настоятелем этого монастыря. Люди окунутся в атмосферу высокого искусства и высокой духовности. Входной билет обойдется всего в 4 евро звездочка, а впечатлений будет точно на миллион долларов. В Венеции можно посетить музей коллекции Пегги Гугенхайм – это выставка современной живописи и скульптуры знаменитых мастеров Пикассо, Кандинского, Магритто, Поллока, Модильяни, Маранди. Он расположен в недостроенном дворце на берегу Венецианского канала. В скульптурном саду этого дворца можно увидеть инсталляции Мура, Марини, Каро. На заметку. С террас музея открывается красивый вид на Большой канал Венеции. Входные билеты стоят 14 евро звездочка. Миланский кафедральный собор – это чудо архитектурной мысли. Быть в Италии и не увидеть этот собор – просто преступление. Это место паломничества верующих католиков мира, здесь хранится их реликвия – гвоздь с креста Господня. В этом же соборе ежедневно проходят концерты духовной и светской музыки, здесь же собраны шедевры живописи в виде фресок и картин. Скульптурные композиции, украшающие храм, заслуживают особенного внимания и просмотра. Но самое главное – это само здание, изваянное в стиле поздней готики из белого мрамора. Нет ему равных по красоте. Вход в музей стоит всего 7 евро звездочка. Кроме того, стоит посмотреть плац цериали «Королевский дворец» в Милане, музей театра «Ла Скала» в Милане, музей Леонардо да Винчи, Милан, дворец Плаццо Петти во Флоренции, музей Академии в Венеции. Список этот можно еще продолжать и продолжать, что невозможно в рамках одной статьи. Амальфи Италия – достопримечательности, город на карте обязательные места для посещения при составлении туристического маршрута по Северной Италии, пляжи и римские руины времени, для любителей пассивного отдыха здесь просто рай. Самые лучшие пляжи, самый лучший сервис. Люди едут сюда со всей Европы. Фестивали и ярмарки Бальцана привлекают любителей народных гуляний и фольклорной музыки в столицу Южного Тироля. Здесь немецкий язык звучит так же часто, как и итальянский. Озеро Кома находится в тени итальянских Альп. Это удивительное по красоте место не оставит равнодушным ни одного человека, посетившего эти места с красивейшим ландшафтом. По озеру курсируют туристические пароходики. Заповедник Чинкви Терри на северо-западе Италии. Он представляет собой ряд поселений, куда въезд на машины запрещен, потому что все поселения находятся под защитой ЮНЕСКО. Сан-Рема – это курортная зона итальянской ривьеры. Здесь проходят песенные фестивали и знаменитые выставки цветов, показы мод и парусные регаты. Речони Италия – города на карте, пляжи, достопримечательности на заметку. Многие туристические фирмы предлагают свои услуги, организовывая поездки на неделю или 10 дней. Как правило, в стоимость путевки входят авиаперелеты чартерным рейсом, проживание и полупансион в гостинице, транспортное обслуживание по маршруту, бесплатные пешеходные экскурсии с гидом. Дополнительно туристам придется платить за медицинскую страховку, заряд групповых экскурсий по музеям, плата за входные билеты, городские налоги при заселении в гостиницу. Рассчитываться за все придется евровалютой. Русские рубли можно обменять в обменниках, либо взять с собой карту виза или мастер-карты и расплачиваться ими. Но наличность иметь с собой необходимо, потому что комиссия за операцию будет дороже, чем сама чашечка кофе, за которую нужно рассчитаться. Любая турфирма предоставит подробный план всех посещений и мероприятий, а задача туриста – выбрать самый лучший тур по Северной Италии.